Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первый видео авторынок и сегодня в нашем обзоре. Привычная ностальгическая картонка, чем-то напоминающая современных китайцев, имя которым легион. Если эти люди в своей жизни хоть что-то ели, и можно даже приплясывать. Компактный праворульный японский хэтчбэк без пробега по России. На ум приходят Toyota Vitz или Honda Fit, хиты рынка. Но есть и куда менее известные образцы продукции от конкурентов. И об одном из таких автомобилей речь пойдет сегодня. Mitsubishi Mirage 6-го поколения. Небольшое лирическое отступление. Компания RDM Import, как вы знаете, работает в сфере реализации поддержанных автомобилей. А находимся мы в городе Новосибирске. Этот вопрос довольно часто звучит в комментариях. У нас в наличии всегда большое количество автомобилей. От 150 единиц проверенных и с гарантией. Если вы надумали приобрести себе поддержанный автомобиль, вы можете смело обратиться к нам. Контактный номер телефона будет указан на экране. Это мой личный номер. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Либо приезжайте в гости. Я с удовольствием поработаю с вами и подберу вам достойный экземпляр. Любопытным будет тот факт, что Mitsubishi Mirage, даже будучи машиной для японского рынка с правосторонним расположением рулевого управления, собирался вообще не в Японии. Так же, как и Mitsubishi Pajira Sport 2-й генерации, эти автомобили собирали в Таиланде, где, кстати, модель и завоевала любовь и авторитет у потребителей. На родном японском рынке Mirage продавался гораздо меньшими тиражами. Модель появилась в 2012 году и продолжает выпускаться по сей день. Рестайлингов было два в 2016 и в 2020 году. Что касается гамма-агрегатов, здесь практически не было выбора. Все Mirage только на переднем приводе и только с вариаторной коробкой передач. Двигателей всего два, и то старший по объему, доступен только с 2014 года. Базовый агрегат 1 литр 69 лошадиных сил и 84 ньютона метра крутящего момента. Следующий за ним 1,2 литровый на 78 лошадей и 100 ньютона метров крутящего момента. Наш сегодняшний экземпляр 2013 года выпуска. Это Dori Styling. Родной пробег по Японии 99 тысяч километров. Шестой Mirage. Внешне очень компактный автомобиль. Габаритные размеры здесь следующие. Длина кузова 3 метра 71 сантиметр. Ширина 1 метр 66. Высота 1 метр 50. А колесная база 2 метра 45 сантиметров. При этом по современным меркам автомобиль практически ничего не весит. Снаряженная масса 870 килограмм. Радиус разворота очень маленький. 4,4 метра. Толщина лакокрасочного покрытия у Mitsubishi Mirage 6 генерации очень небольшая и лежит в диапазоне от 66 до 90 микрон в максимуме. Маленькому автомобилю маленький багажник. Каталожный объем всего 235 литров. Крышка багажника легкая. Проем узкий в средней части. Всего 80 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 88. Ширина багажника здесь неизменно и составляет метр ровно. А расстояние до поднятой спинки заднего сидения 61 сантиметр. Для перевозки габаритного груза сидение можно сложить. Причем, несмотря на то, что автомобиль бюджетный, заднее сидение здесь складывается по частям, а не одним сплошным сегментом, как на некоторых моделях конкурентов. Причем сделать это можно и из багажника, что удобно. Ровный пол здесь не получится. Спинка сидения ложится с наклоном. Но полезная длина возрастет до метр двадцать пять. Максимальная длина груза, которую можно перевести в переднюю панель, составит два метра двадцать шесть сантиметров. Что касается дополнительных фишек по багажнику, здесь нет решительно ничего. Ни дополнительных крючков, ни плафонов освещения. Под фальшполом традиционная привычная ностальгическая картонка и небольшое корыто, в котором находится штатный инструмент и ремнобор для колес. Что касается интерьера, то больше всего по ощущениям от салона эта машина напоминает Mazda Demio второго поколения. Здесь все достаточно симпатично выполнено, но пластик жесткий абсолютно везде. Это касается и передней панели, и дверных карт. Сидения в данном случае имеют комбинированную по цвету отделку. Выглядят крайне симпатично, да и принт на ткани тоже весьма необычный. При этом сидения в меру мягкие, а водительское кресло, помимо всего прочего, имеет регулировку по высоте. Правда, реализованную в виде неудобной поворотной рукоятки, но тем не менее она присутствует здесь. Это простительно. Диапазон регулировки кресла по длине достаточный. При росте 1,86 м я полностью выпрямляю в колене свою левую ногу и при этом едва касаюсь моторного щита носком. Правда, голень уже упирается в нижний край панели, а это не очень приятный контакт. Тем не менее, человек высокого роста за рулем этого автомобиля, скорее всего, устроится удобно. Кстати, рулевая колонка тоже регулируется. Пусть регулировка и механическая, да и сугубо в одной плоскости. Руль пластмассовый, но не скользкий. Никаких дополнительных клавиш на нем, увы, нет. Подрулевые переключатели на своих местах, правда, щелкают они весьма громко. Кстати, в комбинации приборов у этого автомобиля присутствует аналоговый тахометр. Например, невиданная роскошь для большинства комплектаций Toyota Vitz, например. Указатель уровня топлива на монохромном цифровом одометре. Указателя температуры, увы, нет, зато есть экономайзер. А спидометр огромный с хорошо читаемыми шрифтами. К чему здесь можно придраться, так это к блоку стеклоподъемников. Кнопочки здесь очень маленькие, чем-то напоминающие современных китайцев. При этом палец с кнопочки может легко соскользнуть, если вы не привыкли им оперировать. Такая же миниатюрная клавиша отвечает за блокировку стеклоподъемников. А вот блок управления зеркалами, здесь стандартные зеркала, кстати, складываются, а не только регулируются. Также справа от руля у нас корректор фар и клавиша включения-выключения системы Start-Stop. В данном случае комплектация не имеет бесключевого доступа, хотя заглушка на панели намекает на то, что и такие опции здесь возможны. Аварийная сигнализация расположена непосредственно по центру панели наверху. Быть вежливым здесь очень просто. Стандартная магнитола, правда, без камеры заднего вида, двухдиновый формат. А вот климат-контроль здесь цифровой, причем панель крайне напоминает Outlander третьего поколения. Правда, климат однозонный, зато автоматический. Селектор коробки передач типа Змейка, никаких курков блокировки здесь нет. Стояночный тормоз самый обычный, механический. Также к услугам водителя подлокотник, но он очень короткий и практически бесполезный. Внутри него находится глубокий, но очень узкий бокс. Два подстаканника перед селектором коробки передач, небольшая полка, куда можно бросить, например, сотовый телефон, 12-вольтовая розетка. Основной бардачок в этом автомобиле вряд ли вместит бумаги формата А4, если только вы не сложите их пополам. А над бардачком присутствует также дополнительная полочка. Никаких очечников на потолке здесь нет, но присутствует зеркало. Правда, только на водительском козырьке. Что касается обзорности, боковые зеркала здесь очень информативные и достаточной площади. Лобовое стекло выглядит очень узким. Линия передней панели высокая, капот, естественно, невидимка. Ну а с маневрами задним ходом помогают сами небольшие габариты автомобиля. И тот факт, что хэтчбэк этот заканчивается сразу за задним стеклом. Большой потребности ставить сюда камеру нет. Что касается заднего сидения, в данном случае оно абсолютно плоское. И пока это самая плоская подушка сидения из всего, что нам доводилось видеть и щупать. То же самое касается спинки. Никаких дополнительных подлокотников. Но количество гнезд для ремня предполагает размещение здесь трех пассажиров. Что будет затруднительно, если эти люди в своей жизни хоть что-то ели. На полу тоннель, он довольно высокий. На дверной карте под правую и левую руку, соответственно, в зависимости от того, с какой стороны вы сидите. Пластмассовый и очень жесткий подлокотник. Кстати, достаточно узкий. А вот держаться здесь не за что. Никаких ручек на потолке производитель не предусмотрел. Так что хвататься придется за переднее сидение. Также на заднее сидение шестого миража не возбраняется заходить со своими фонариками. Поскольку никаких плафонов освещения здесь также нет. Из хорошего. Несмотря на то, что короткая колесная база в 2.45 предполагает хороший упор коленями в спинку переднего сидения. При посадке сам за собой, в случае с моим ростом. Но спинка здесь мягкая, поэтому данный факт не доставляет никакого дискомфорта. А вот места, куда деть ступни под передними креслами, здесь предостаточно. И можно даже приплясывать. Агрегаты под капотом шестого миража относятся к одному семейству. Маркировка двигателей 3А90 и 3А92. Первый это литровый мотор на 69 лошадей, 84 ньютометра крутящего момента. Второй 1,2, 78 лошадиных сил и сотка крутящего. По конструктиву это рядная тройка с алюминиевым блоком цилиндров. Здесь два верхних распредвала, цепной привод газораспределительного механизма. Нет гидрокомпенсаторов клапана, регулировать придется вручную. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива и стоит фазовращатель. Что касается ресурса, производитель заявил его в районе 200 тысяч километров пробега. Есть подозрения, что двигатели могут ходить больше, если их регулярно обслуживать. Объем масла здесь небольшой, 3,2 литра, вязкость 5В30 и вот с интервалами его замены лучше не тянуть. Маслосъемные кольца довольно тонкие и если подолгу ездить, не меняя масло, могут и подзалечь. И тогда на пробеге более 100 тысяч километров уже можно наблюдать расход масла на угар. Перегревать этот агрегат тоже не стоит. В некоторых случаях отмечались случаи растяжения цепей ГРМ на пробегах около 150 тысяч. Тогда же может попроситься на замену и фазовращатель. Помимо этого, разве что поглядывать за исправностью термостата, ну и электродроссель иногда подкидывает вопросы. В целом же, по меркам малообъемных агрегатов, это вполне себе двигатель как двигатель. Что касается вариатора, маркировка Mitsubishi F1CGB это вариатор Jatka GF015E. Тот самый, который ставится на огромное количество моделей, таких, например, как Nissan Juke Suzuki Solio, Nissan Note E12. И еще огромное количество автомобилей, имя которым Legion. С малолитражными двигателями эта коробка уживается вполне нормально. Тем более, что с 2015 года она идет в модернизированной усиленной версии. Интервал замены масла 40 тысяч километров пробега, а также по возможности старайтесь избегать ударных нагрузок и пробуксовок. Хотя, литровый мотор у Mirage к этому, конечно, не особо располагает. Каталожный дорожный просвет у этой модели составляет 150 миллиметров. А как по факту? Самая низкая точка под передним бампером 15,5 сантиметров. За передним колесом до порога 17. В задней части 19,5 сантиметров. А до заднего бампера 28 плюс. Плюс задний свес у этого автомобиля очень короткий. Правда, ниже этого габарита свисает выхлопная труба. Тем не менее, подъезжать к высокому парибрику лучше задним ходом. Но в целом, с учетом короткой колесной базы, с клиренсом у 6-го Mirage все нормально. Что касается конструкции подвески этого автомобиля, она традиционная для машин подобного класса. Передняя подвеска реализована по схеме McPherson. Здесь шаровые опоры по задумке производителя меняются вместе с рычагами в сборе. А стабилизатора поперечной устойчивости нет вовсе. Как на многих кейкарах. Рулевая рейка тоже традиционно с электроусилителем. Что касается антикоррозийной обработки, следовые количества антикоррозавода виднеются только на лонжеронах. В остальном, это шовный герметик. Плюс днище автомобиля в данном случае закрыто пластиковыми щитками и термозащитами. А вот в районе порогов тоже виден некоторый слой антикоррозийной защиты. Самое интересное, что антикорр далеко не по всей длине порога. В районе топливного бака слой антикора заканчивается и начинается просто окрашенный металл. Сам топливный бак в данном случае пластиковый объемом 40 литров. Задняя подвеска классическая и простая. Это самая обычная балка. Амортизаторы пружины разнесены отдельно друг от друга, а задние тормоза у Mitsubishi Mirage уже барабанные. Кстати, в отличие, например, от моделей концерна Honda, в данном случае антикорр мы наблюдаем еще и на тазике багажника. А вот форма и сечение выхлопной трубы предполагает возможность замерзания в ней конденсата в зимний период. Поэтому на всякий случай имейте в виду, если на автомобиль вы поставите автозапуск или запуск по температуре, время от времени нужно будет выходить и прогазовывать машину, чтобы лишняя вода успела покинуть выпускную систему. Ну и в завершение обзора можно сказать, что одним из ключевых преимуществ Mitsubishi Mirage 6 перед конкурентами будет цена. Эта машина стоит все же значительно дешевле, чем, например, конкуренты от Toyota. Если заинтересовал экземпляр, который был сегодня на подъемнике, напоминаем, это 2013 год и 99 тысяч японского пробега. Номер телефона был в начале видео, продублируем его еще раз. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Если уже есть или была подобная машина, и вам есть чем поделиться в плане опыта эксплуатации, все это в комментарии, чтобы людям было проще сделать окончательный выбор. Как водится, если обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч в эфире. Пока! Пока!